Друзья, здравствуйте! Ну что, и приятные новости, и в то же время кровавая потеря для военного преступника. На Алтае сгорела дача Путина. Та самая дача, где, как рассказывали медиа, добывали кровь из рогов лосей, чтобы Путин мог принимать нелечебные ванны. Та самая секретная резиденция на Алтае, где под зданием был выстроен целый подземный город с целой серией бункеров на случай ядерной войны. Местные телеграм-каналы пишут кто-то о диверсии, кто-то даже об атаке беспилотников, кто-то говорит, что дача просто сгорела, потому что Путина давно прокляли. Об этом мы не только сегодня поговорим с Сергеем Мигдалем, экс-офицером полиции Израиля, военным экспертом. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте и добрый день! Ну, я не предлагаю вам гадать, от чего именно сгорела дача Путина, но, да, где он, как рассказывали, принимал кровавые ванны, и мог, наверное, в случае ядерного апокалипсиса, который он же сам мог развязать, укрыться с, не знаю, с Алиной Кабаевой. Но, в целом, да, вот мы видим, что у Путина есть куча резиденций с какими-то секретными бункерами, туннелями на случай ядерных атак. В целом, как думаете, вот то, что теперь минус одна, насколько это большая потеря, и зачем вообще Путину столько каких-то секретных резиденций и бункеров? Надо сказать, что различные секретные резиденции, бункеры, полусекретные резиденции, это, в общем, началось не при Путине. Это была характеристика еще советского режима, начиная со Сталина, для которого уже такие резиденции строились в разное время, ну а с появлением, в общем, такой внешней военной опасности, особенно опасности ядерного оружия, добавились к этому и командные центры, и бункеры для руководителей Советского Союза, их семей и высшего чиновничества. Потом уже при Хрущеве и Брежневе все это проявило дальнейшее развитие, да, появились новые объекты, в том числе за Уралом, на Валдае уже тогда был объект, то есть это как бы не новое, что новое, может быть, у Путина, это как бы уровень этих объектов, зачастую роскошь, которая есть в них, вот эта некоторая изотерика, да, которая связана с тем же объектом, например, который чуть-чуть сгорел. Насчет причин у меня как раз есть вполне хорошая идея, причины, я про это еще говорил герой классического советского фирма, который играл замечательный актер Бурков, да, алкоголизм есть бич народов, он сказал в фильме «Жестокий романс». А поскольку, очевидно, Путина там не было местная обслуга, им же что-то делать надо, они, наверное, выпивали, недостаточно закусывали и по ошибке сожгли что-нибудь. Это как бы бывает в такой советско-российской парадигме. Более еще раз, важно, конечно, самого это не повлияет на охрану Путина, еще раз, потому что действительно гигантские средства за последние 20 лет вложены в апгрейд и строительство всех этих новых объектов, которые, во-первых, конечно, позволяют Путину жить в роскоши на уровне самого крупнейшего американского миллиардера, уж точно круче, чем, например, американский президент, во-первых. Ну и, во-вторых, это как бы отвечает его психологическим запросам, очень важная ему безопасность, и многие тут вспоминали все его психологические разные портреты, связанные с его детством, с тем, что он испытал, будучи офицером в Германии, особенно во время падения Берлинской стены, развала ГДРовского режима и прочее. Другое, то есть для него это важно. А что, извините, Сергей, о чем вы говорите во время падения Берлинской стены? Ну, это известная история, когда он был одним из офицеров в резидентуре КГБ в Дрездене. Это описывают как люди, которые тогда его знали в Дрездене, и в своей собственной книге, в которой для него тост-райтеры написали, он это упоминает, что там все перепуганные заперлись. Это был тот день, когда, в общем, уже когда ГДРовский режим начал разваливаться, Берлинская стена пала, и в Дрездене, как и в Берлине, тысячи людей пришли к зданию местного штази, где часть этого здания занимали, собственно, представители КГБ, которые на самом деле всем командовали. И местные сильно перепугавшиеся КГБшники, как советские, так и ГДРовские, вытолкали такого Путина, которого и посчитали более решительным, и которым, кстати, не занимается, к собственной физической крабрости, что очень сочетается без проблем с вот этой паранойей, глубоко засевшей, где он там с пистолетом чуть ли не выходил и вел переговоры с этой толпой, а параллельно, значит, все время ходил обратно и спрашивал, какие указания из Москвы, что нам делать? Жечь документы, там отстреливаться, и знаменитый, значит, ответ, который цитируется во всех мемуарах и воспоминаниях, да, Москвы, из Москвы молчание, да, «Москва is silent», поскольку в Москве нечего было на это сказать. Вот это очень сильно на него, наверное, повлияло психологически, то есть это вторая. Есть и третья причина, которая, я бы сказал, очень важная, да, с военно-стратегической точки зрения, вот наличие этих многочисленных резиденций, в каждой из которых есть средства связи, есть все характеристики командного пункта, естественно, бункеры, да, которые позволяют выжить, в случае в том числе и ядерных ударов, это важная составляющая подготовки вот к ядерной войне, да и самого как бы процесса стратегического сдерживания. То есть противник должен знать, что в случае как бы эскалации ядерного конфликта будет весьма непросто, скажем, обезглавить российское государство. Это вот есть ведь, в принципе, такая стратегия в ядерном конфликте, декапитейшн она называется, то есть пытаться обезглавить, не только, кстати, в ядерном. Мы видим, что как бы в очень таком узком смысле пытались это сделать американцам в 2003 году, во время удара по Ираку, по приказу президента Буша, собственно, в первую ночь они пытались именно его, Саддама Хусейна, убить. Но не знаю толком, где он находится, поэтому ударяю наугад по неточной информации. И вот то, что существует такая разветвленная сеть резиденций, очень надежных бункеров, тайных защищенных, связь, кстати, средств транспорта. Да, мы же знаем, что, например, существуют специальные подземные туннели и как бы то самое метро-2, которое позволяет быстро заставить Путина и других руководителей куда-то там из-под Кремля, под землей, независимо от обычной сети метро, скажем, тоже Внуково, где он может тут же вылететь на своем летающем командном пункте самолете куда-то, все это элемент сдерживания вместе с ядерными силами, гражданской обороной и так далее, и такое прочее. Элемент сдерживания, важный элемент, как бы вот этой стратегической игры против, в первую очередь, Америки и НАТО. Так что все это важно, в данном случае более то, что сгорела эта дача, это более какой-то символ, поскольку сама по себе эта дача элементом сдерживания уж точно не является. Я думаю, что по приказу Путина построят новую. Что могло произойти с местом силы Путина? Напишите об этом ваши мысли в комментариях, друзья, и в целом, как вы относитесь к этим слухам о ваннах из крови оленей, лосей, да, в общем, будет тоже любопытно почитать, насколько это, по вашему мнению, ее характеризует военного преступника. Также, друзья, поставьте лайки, пожалуйста, этой беседе. Будем очень рады, если большее количество людей увидит наш сегодняшний разговор. А вы знаете, что самый лучший подарок – эта книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Мы будем двигаться дальше. Говорим сегодня и о перспективе каких-то ядерных ударов, в том числе по России. Ну вот откуда точно сейчас не полетят ядерные ракеты, так это с территории Украины. А все потому, что сегодня, как раз 1 июня, когда мы с вами, Сергей, общаемся, сегодня годовщина того дня, когда Украина лишилась ядерного статуса. Именно 1 июня 96-го года мы передали последние ядерные ракеты России, выполнив при этом Будапештский меморандум. Вот я нашел, что было на вооружении у Украины после развала Советского Союза. Просто реально надо вдуматься. Значит, 130 межконтинентальных баллистических ракет СС-19, 46 стратегических ракетных комплексов «Молодец», 43 стратегических бомбардировщиков ракетоносителей Ту-95, Ту-160, 2156 стратегических ядерных боезарядов и 4200 тактических ядерных боезарядов. Это, как я понимаю, неполный даже список, однако вот основные показатели. Ну, вопрос, конечно, риторический, и, наверное, история не терпится слагательного наклонения. Однако, вопроса два, была ли реальной, могла бы быть реальной эта война при условии, что Украина бы сохранила свой ядерный потенциал, и есть ли вообще какая-то гипотетическая вероятность того, что в 21 веке такая страна, как Украина, которая подверглась вот такой террористической атаке, при условии сохранения российского государства для того, чтобы обезопасить себя на будущее, может получить, например, как Беларусь от России, получить не в распоряжение, но хотя бы, ну, как место дислокации у себя на территории, например, западное ядерное вооружение. Как вы считаете? Ну, начнем все-таки с первого вопроса. Ясно, что, как бы, мы тут начинаем копать историю 30-летней уже давности, Будапештский меморандум, по-моему, в 94-м году был подписан, если мне память не изменяет. И это, собственно, было решение, которое принято было тогдашним руководством Украины, то есть, переговоры об этом начались еще при президенте Кравчуке, и И Украина приняла это решение тогда, конечно, в страшном сне никто не мог подумать, что будет война, никто еще не уж точно такая, как началась в 22-м году февраля, и у Украины были, как бы, свои вполне логичные резоны избавиться от этого оружия, то есть, с одной стороны, его содержать и поддерживать в рабочем состоянии, стоило бы, конечно, чудовищные деньги, а Украина, естественно, как все постсоветские страны, была в непростой экономической ситуации тогда, кризис всей этой самой перестройки народного хозяйства наступал, и это с одной стороны, и с другой стороны, это параллельно сопровождалось не только давлением со стороны России, которая очень хотела сохранить свой статус до одной из пяти великих ядерных держав мира, но и с давлением со стороны западных стран, не забывайте, и про это еще, наверное, пишут книги, там многое засекречено, что ему... Ну, Клинтон уже говорил, что жалеется, что тогда Украину подталкивал к этому решению, вот это было... Совершенно верно. Ну, вот вы, Алексей, говорите, что он подталкивал, это, кстати, не только он, это и многие лидеры западноевропейских стран это делали, потому что считалось, что нужно как можно меньше раскачивать лодку и пытаться сохранить вот эту архитектуру, созданную еще после 45-го года, то есть и уж тем более закрепившиеся в 60-х годах с получением Китаем ядерного оружия, то есть пять основных мировых ядерных держав, которые поддерживают эту структуру более-менее, да, не на 100% в рамках договора НПТТ о неспространении ядерного оружия и усложняйте, и вот очень они опасались, если мне память не изменяет, кстати, в Белоруссии тоже были, по-моему, в Казахстане, больше, чем не только в Украине были ядерные боеголовки и ракеты и носители, которые остались от Советского Союза, и Запад, американцы и Западная Европа видели это вот в том таком общем комплексном подходе, чтобы максимально как бы упростить эту систему, оставить вот эту послевоенную систему, которая была достигна, собственно, договоренность предварительной были еще в Патздаме, по ней сделаны, и которые пережили все эти сложности, перипетии, локальные конфликты, пару подходов даже к почти предъядерному состоянию, такие как в 61-м, там, или 73-м году, или 83-м. И поэтому это было очень сильное давление, которое, как я понимаю, в Украине просто, наверное, объективно, положа руку на сердце, не могли тогда и в любом случае выдержать. Это еще раз при том, что и сам руководство Украины должно было решать очень тяжелейшие вот свои экономические проблемы и не хотелось совершенно тратить эти миллиарды долларов реально в год, которые нужны были бы на поддержание всех это ядерного оружия в порядке, да, много из которых действительно вряд ли было нужно. Ну, например, зачем там стратегическое ядерное оружие Украине, тогда они думали. И понятно, что это очень сложный вопрос, потому что все это еще было связано с тем, что весь мир видел Россию, Российскую Федерацию как правоприемника, как не проблематично это слово звучит, правоприемника Советского Союза, начиная от его места в Советы Безопасности ООН и кончая статусом как ядерной державы, плюс обязательством, кстати, по различным долгам Западу, которые продолжала выплачивать именно, кстати, Россия, например, не Украина, Казахстан или Беларусь. И в рамках вот этого правоприемничества тут можно поставить всякие вопросы, да, смотреть на это разных сторон. То есть почему так много стратегических бомбардировщиков, стратегического ядерного оружия, а уж тем более тактических боеголовок, вы с вами назвали огромную цифру, были именно в Украине, да, а скажем, не в Узбекистане или в Эстонии. Это ж не удивительно, во-первых, Украина, она сама по себе очень большая, а во-вторых, она была именно вот самым плацдармом для будущей или потенциальной войны и конфронтации Советского Союза с Западом и практически главным эшелоном стратегическим резервным для наступления большого на Западную Европу в рамках вот плана все время изменяющегося и прорабатывающегося войны против НАТО. И поэтому там нужно было, например, так много тактического ядерного оружия именно там. И всегда, когда делают военное планирование, такие вот важные боеприпасы и такие важные средства вооружения не держат на самой линии фронта, которая должна была проходить на западной границе ГДР, Чехословакии, Волгарии и Румынии. Правильно, потому что там бы они были слишком уязвимы. И тогда, если мы посмотрим на карту, получается, что Украина и Белоруссия в первую очередь самые удобные вот именно локации для того, чтобы все это оружие там хранить, поддерживать, базировать и из-за своего географического положения и размеров и из-за того, что там есть, соответственно, хорошая, более-менее по российским понятиям, современная инфраструктура. Особенно, кстати, Украина, которая не только именно в правильном месте как бы находилась и была главным буфером России против Запада, но еще в ней развилась вот практически очень мощная ракетно-авиационная промышленность, связанная со всем этим стратегическим потенциалом. Ну, в первую очередь, такие заводы, когда как «Ежмаш» не Тропетровский, но это не один он, есть еще много, просто «Ежмаш» это известный пример, и не даром он, собственно, играл такую роль, кстати, в постсоветской Украине, как мы знаем, собственно, президент Кучма, второй президент Украины был, по-моему, генеральным директором «Ежмаша», президент, извините, директор СБУ Деркач, был у него, по-моему, чуть ли не начальником первого отдела, если вы там потянете за эту ниточку, то есть это очень взаимосвязано. И что говорят как бы сторонники вот этого Будапештского меморандума, которых поддерживали многие на Западе, то, что в этом смысле то, что столько тысяч ядерных боеголовок, столько ракет разных типов, столько бомбардировщиков, стратегических, находилось именно на территории Украины, это такой, как называется, «эксидентов кистере», это не потому, что это украинская, это советская, которая оказалась на территории Украины и Белоруссии, ну и также Казахстана, ввиду реалий как бы советского военного промышленного комплекса и советских планов ведения войны против Запада, а не потому, что это заслуга украинцев, типа, почему это тогда должно достаться украинцам. Это всего лишь один довод. Украинцы, конечно, могли предложить обратный довод, что посмотрите, сколько из всего этого особенно ракетного вооружения, все лучшие советские ракеты были сделаны именно на украинских заводах, разработаны украинскими конструкторами, также и самолеты, то есть это был спор, но он немножко теоретический. Еще раз, на практике, вот в этой комбинации между тяжелейшей экономической проблемой, которая вызвала бы содержание всего этого гигантского парка ядерного оружия и тяжелейшим давлением Запада, ну, кстати, и России самой, да, Россия очень хотела все это получить, чтобы полностью сохранить свой статус великой ядерной державы, да, одной из пяти эксклюзивного клуба, и у нее тоже были, как вы помните, рычаги давления на Украину тогда, экономические, в первую очередь, газ, да, это помимо политических, поэтому вряд ли это могло бы получиться по-другому, поэтому я не хочу даже как-то развивать, это уж какая-то альтернативная история, а вот более вот практический вопрос, Алексей, который вы задали, это про размещение ядерного оружия, например, натовского, когда мы говорим натовского, это означает американская, британская и французская, в Украине в рамках программы специальной НАТО для своих членов, дело в том, что этого ничего нового нет, уже, по-моему, с конца 50-х, начала 60-х годов, в рамках интеграции боевых сил НАТО и разработки как бы более гибких планов ведения возможного конфликта против Советского Союза, приняты были такие решения, что, которые были достаточно для американцев в конце 40-х, в начале 50-х годов не приемлемы, что союзники, часть вот особенно токсических ядерных зарядов разных типов будет складирована на территории Западной Европы, и более того, ими смогут пользоваться американские союзники, то есть вооруженные силы, скажем, Бельгии, Голландии, Германии, Италии, да, у которых не было своего ядерного оружия, но они получили бы доступ, получив соответствующее вооружение, средства доставки, и в случае эскалации, естественно, под контролем американских офицеров, именно бы, скажем, бельгийские, немецкие или итальянские летчики, да, или там расчеты каких-то ракетных установок смогли бы пользоваться вот этими ядерными боезарядами. И именно, кстати, на эти порядки ссылался недавно Путин, да, когда вот вместе с Лукашенко заявил о том, что передаются ядерные заряды российские, скажем, те же тактические, переводятся на территорию Белоруссии, и к вящей гордости Лукашенко белорусы тоже будут иметь отношение к тем, чтобы этими зарядами каким-то образом заведовать и использовать их в случае войны. Теперь, если эту историю повернуть на 180 градусов, ясно, что если, например, в будущем, как Украина хочет, она бы стала членом НАТО, в принципе, и она в рамках возможной доктрины какой-то обороны против возможной агрессии тоже бы могли бы получить украинские военные право на использование именно тактических, еще раз я повторяю, ядерных зарядов, стратегические ядерные силы. Американцы, англичане и французы, естественно, ни с кем делиться не будут и будут управлять ими только на 100% сами со своих собственных баз или подводных лодок. Тут об этом речь не идет. Кстати, пока это все очень теоретически, поскольку никто еще не принял Украину в НАТО. То, что мы видим на практике, это что есть одна страна, которая называется Польша, которая уже вполне вслух просит и даже, я бы сказал, требует американцев подключить их к этой программе совместного контроля над ядерным, тактическим ядерным оружием и расположение кое-как носителей этого ядерного оружия тактического, например, в Польше. В рамках того, что Польша стала таким важнейшим союзником в НАТО, в смысле, просто, собственно, они находятся на пути создать самую сильную сухопутную армию в НАТО, может быть, кроме турецкой, американской оставляю, естественно, отдельно. То есть, еще раз, это теоретически возможно, но речь идет уже о каком-то совершенно новом порядке, который будет когда-то после войны. Для нынешнего российского руководства это, понятно, неприемлемо. И я хочу очень важно подчеркнуть, когда мы смотрим на корни нынешней войны, и у них там очень много, естественно, причин, про это еще много будут говорить, целые книги написаны, но вот то, что послужило одним из конкретных триггеров этой войны, это я знаю достаточно точно, вот у Большой войны, которая началась в феврале 22-го года, это было то, что естественно Украина, понятно, это были процессы, которые шли, Украина все время сближалась с Западом, видно было, что у нее усиливаются ее вооруженные силы, были большие опасения, что Украина сможет еще более усилившись к этому шло, забрать себе обратно себе оккупированные как минимум области Донецкой и Луганской республики, этого очень опасалось, но триггером послужил в 21-м, во-моему, году несколько раз проводившиеся, ну, маневры американских ВВС, когда бомбардировщики Б-52 в сопровождении заправщиков и статистических разведчиков РС-135 пролетали, делали такой красивый пролет, например, из Норвегии или из Великобритании через Северную Европу над Прибалтикой и потом над Украиной доходили до Харьковской области, пролетали вот вдоль границ Донецкой и Луганской области, шли на юг и уходили туда на одной из американских баз в Турции или, например, в Персидский залив или даже на Диего-Гарсио. И эти вот полеты вызвали в Кремле просто ярость и паранойю, вы, собственно, ни к тому не секрет, все знают, как любил Владимир Владимирович Путин говорить про подлетное время и всем про это уши поджужжал. И ему кто-то, очевидно, тут суслужливо поднес бумажку, который показал, что бомбардировщик Б-52, пролетающий над Харьковом, имеющий на борту крылатые ракеты воздушного базирования, ЛСМ они называются, с дальностью 2500-3000 километров, это означает, что через несколько минут эти крылатые ракеты в Москве, в каждой есть боеголовка в мегатонну, например, тротилового эквивалента. И вот когда в России увидели это, и тут паранойя Путина наложилась на какие-то правильные, соответствующие записочки всяких его помощников и заместителей, это вот привело, очевидно, уже к принятию конкретного решения о массированном вторжении в Украину. И это я говорю к тому, что просто это какая-то уже такая запредельная красная линия для нынешнего российского руководства, это может произойти только уже когда, ну, допустим, Россия проиграет войну Украине и Западу. Пока это все на уровне как бы каких-то желаний и возможностей очень далекого будущего. Спасибо, спасибо, что так подробно помогли разобраться. Друзья, как вы считаете, правильно ли было подписан договор о передаче России ядерного вооружения тогда, еще в 90-е, как вы думаете, была ли бы война, если бы Украина тогда приняла более волевое решение и нашла бы день, где она могла бы их найти. Об этом обо всем пишите в комментариях, будет любопытно почитать. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Кстати, еще один человек, кто пугает вообще и мир, и Запад в первую очередь ядерной войной в случае продолжения такой поддержки Украины, это внезапно бывший голливудский актер Стивен Сигал. Значит, в Кремле буквально на Медне прошла церемония вручения высших государственных наград. Путин вручал, значит, медальки военным преступникам. И вот среди действительно убийц, мародеров и тех, кого украинская прокуратура обвиняет в пытках, изнасилованиях в рядах оккупационных войск. А среди них был еще, кстати, там был Стас Михайлов, такой российский певец, который, значит, сказал, что власть Путина от Бога, и, в общем, это Бог своей гланью посадил Путина на престол. Ну да Бог с ним. Был там еще и Стивен Сигал. Его там заградили, наградили за какой-то там, значит, культурный обмен с Западом, там какая-то такая штука. Ну, а ему, видимо, написали текст, он с телефоном вышел, начал с телефона читать, рассказывать о том, как в Украине была всегда известна, цитирую, торговля людьми, органами, наркотиками, детьми, лабораториями биохимического оружия, фашизмом, нацистом, нацизмом, конец цитаты. Ну, а дальше уже он так положил телефон и от себя добавил. Говорит, что если Запад пойдет на то, что позволит Украине бить западным вооружением по территории России, то, значит, весь мир ждет ядерный апокалипсис, и, в общем, все погибнут, и, в общем, Запад сейчас эскалирует эту войну, и делать этого не нужно. Мы сейчас вот к этому разрешению бить по территории России западным вооружением перейдем. Мне просто для начала хотелось бы, как вот вы считаете, да, вот израильская разведка, особенно, там, вот тот же легендарный уже Моссад, они, когда выбирают себе цели, как я понимаю, для ликвидации, ну, или не они, как они говорят, это дружественные силы, вот могут ли попадать в эти списки люди, которые, например, физически, своими руками, собственными, например, граждан Израиля не убивали, но вот так как Сигал, значит, всячески рассказывают вот такие вещи про нацизм, фашизм, торговлю детьми, наркотиками и так далее, призывают, значит, демонизируют Украину, призывают не давать и не помогать вооружениям, отдать эту часть территории России, иначе, значит, будет ядерная война. Вот если в какой-то момент с Стивеном Сигалом что-то случится, можно ли будет полагать, что это работа каких-то специалистов? Хороший вопрос. Я, естественно, не знаю, раз уж спросили про моих друзей как бы из МОСАДа, чтобы они были здоровы, да, я, в общем, контрразведчик сам, а это внешняя разведка, которая, в общем, оказалась, надо сказать, единственной сейчас израильской разведслужбой, которая, репутация, которая не слишком пострадала по 7 октября, поскольку она действительно не несла никакой прямой ответственности работа по ГАЗе, да, этим занимались у нас службы безопасности ШАБАК, военная разведка и другие службы, там, у них свои проблемы, но важно очень подчеркнуть, тут же вокруг этого много всяких легенд, естественно, люди не совсем понимают, что происходит, когда речь идет о вот, то, что называется, точечных ликвидаций, и тут я рекомендую почитать книгу израильского журналиста Ронина Бергмана, есть, которая, собственно, заголовок ее, это такая сокращенная цитата из Библии, что если какой-то, если негодяй подымет на тебя, да, руку, убей его первым, да, ну, что очень правильно, на самом деле, это библейское правило из старейших заповедей, правильно, если на вас бежит миньяк с топором, вы имеете полное право его убить до того, как он успел ударить топором вас или вашу семью, да, или даже, прохожих, проходящих, это святое дело, это мы понимаем все, и вопрос, насколько широко этот трактовать, в Израиле всегда был подход, что это вопрос как бы национальной безопасности, трактование все-таки достаточно узкое, то есть о чем речь идет, и я сейчас это, еще раз говорю, совершенно неофициально, да, но поскольку это вещи всегда покрыты тайной, и Израиль никогда в этом официально почти не, признавался, за редчайшими исключениями, но речь идет о ликвидации в первую очередь лидеров террористических организаций, военных командиров террористических организаций, да, речь не идет о политических убийствах политиков или пропагандистов, даже самых неприятных для Израиля, да, и таких в мире хватает, и все они, как видите, живут и хорошо выглядят и кушают различные гранты, и речь, кстати, не идет об убийстве, естественно, там, лидеров иностранных, враждебных даже государств, да, даже когда против них открытая война, такие как лидеры Сирии и Египта когда-то, например, или в данном, или в нынешнем, скажем, ситуации, главный наш враг, и против которого уже много лет идет необъявленное имя война, да, это Иран, да, как вы видели, это когда Израиль по сообщениям иностранной прессы что-то делает, да, то израильские удары либо специалисты МОСАДа, либо наведенные тем же МОСАДом израильские, например, военно-воздушные силы убивают кого, обратите внимание, генералов, корпуса стражей исламской революции, в том числе самых высших или военных советников, которые помогают Кизбале или различным антиизраильским группировкам в Сирии, например, и в Ливане, и в Ираке, или, да, был случай, вот когда уничтожили, погиб, был убит руководитель иранской ядерной программы, по которым был спор называть его иранским Курчатовым или иранским Берия, да, ну, скорее Берия, он имел звание генерала корпуса стражей исламской революции, фамилия его была Фахризаде, да, то есть речь идет чисто вот о военных, да, либо о террористах, либо о военных вражеского государства, которая ведет войну против Израиля, и это как бы входит в рамки, а когда все-таки речь идет о гражданских лицах, даже при этом самых неприятных, да, о галтелых, я не знаю, тисемитах, пропагандистах вражеских, это все-таки какая-то красная черта, которую не пересекают, но это уже вопрос как бы выбора, иногда эти люди настолько на грани находятся между реальными какими-то комбатантами и террористами и одновременно пропагандистами и какими-то обществами, ну, как он был, например, в организации освобождения Палестины, там, например, зачастую эту грань очень трудно было найти в свое время, где кончаются террористы, начинается такой самопровозглашенный там международный политический деятель палестинского национального движения. И теперь, что говорится о Сигале, все-таки надо его упомянуть, да, явно им пользуется Кремль как пропагандистом таким. Для чего именно им? Мы знаем, у них же есть Соловьев, Киселев, Симоняна и много других. Но почему Стивен Сигал, он типа американец? Это для них такой важный рупор, чтобы пытаться довести это до каких-то кругов или каких-то слушателей, зрителей, наверное, на Западе. Кроме того, чтобы похвастаться перед своими, смотрите, может, у них там, я не знаю, Жордж Клуни, зато у нас свой есть Стивен Сигал, которого, кстати, немножко жалко. То есть Стивен Сигал никогда не был, как мы знаем, великим актером, тем не менее, он вырвался, да, из какого-то гетто вот этих фильмов про каратистов и кунг-фуистов, которые у нас в 80-х годах в Ленинграде с крольниковыми студентами смотрели на подпольных просмотрах, платя за 5 рублей каждую там ночью, встречаясь на конспиративных квартирах, где один мужик приносил видеомагнитофон на другой кассету, да, и был такой замечательный фильм, назывался Hard to Kill, был у него такой герой Никой, вот он был действительно харизматичный актер, да, невеликий, но харизма у него была, да, и он на этом приобрел популярность, как вы помните, даже попал в пару таких мейнстримовых фильмов, имеющих большой кассовый успех, со временем он, по-моему, немножко у него началась эта самая, как это называется, мания величия, он немножко начал сходить с ума, то есть это уже было видно несколько лет назад, я его видел лично, да, несколько раз в Лондоне, в свое время он там, его часто приглашали на всякие день рождения, в виде такого свадебного генерала, вот он ходил в своем уже тогда странном френче, после всех пластических операций, с белыми волосами, да, значительно молочал в углу, вызывали его, поздравлял юбиляра, скажем, какого-нибудь русского олигарха, да, то есть вот он уже к этому такой привык, и вот вся эта траектория его жизни как-то вот его привела, как мы видим, в Кремль, и к получению этой медали, и он, конечно, насмешил нас в очередной раз там биохимическими лабораториями, которые так мутировали как-то неожиданно из просто биологических, нет, то есть это было и так бред, а когда он стал биохимическими лабораториями, тут уже как бы у всех волосы зашевелились, но еще раз, ему это, очевидно, все написали, совершенно верно, и смысл этого в том, что в Кремле считают, что какие-то есть часть, как минимум, людей на Западе, особенно те, которые настроены антиукраински, с каким-то конспирологическим мышлением, таких немало, да, что вот для них, естественно, они не слушают Соловьева с Киселевым, но говорящего по-английски Стивена Сигала надеются, что вот это какой-то важный кирпичик в российской пропаганде. Насчет, еще раз, то, что вот я мы все как бы знаем вообще из открытых источников, не получая никакого официального подтверждения о том, что украинские спецслужбы имели отношение к гибели, например, Татарского, покушению, по-моему, на Прилепина или там убийстве Дарьи Дугина. Я еще раз не знаю, это в конце концов решение еще раз своих самих украинцев. Дело в том, что можно понять, что для Украины это война, война, в общем, не на жизнь, а на смерть. И война не на жизнь, а на смерть, она, конечно, зачастую как бы призывает, заставляет принимать очень тяжелые решения и очень идти на крайние меры. Вот пример, когда, опять же, возвращаясь к Израилю, когда Израиль, например, очень опасался того, что при режиме Насера Насер вкладывал гигантские деньги с помощью Советского Союза в разработку собственной ракетной программы, ракетной промежуточной дальности, чтобы обстреливать Израиль, вот то, что потом стал делать уже Иран при исламистском режиме. И тогда, естественно, у самых египтян никакого ноу-хау для этого не было, кое-что они получали из Советского Союза, но основными двигателями этой программы руководителями были немецкие инженеры и ученые, которые приехали в Египет, ну, естественно, ветераны нацистской программы ракетного оружия СПН Мюнде. И Израиль в Моссад, это известная операция, сейчас это уже в основном рассекречено, поскольку речь идет о конце 50-х, начале 60-х годов, все сроки секретности давно прошли, и Моссад устрел целую компанию спешную в Египте, в результате которой многие из этих ученых были, погибли, их застрелили, взорвались посылки, пришедшие их домой, бомбы, заложенные в их автомобиле, несмотря на охрану, и, например, в некоторых случаях, к сожалению, погибли, например, их жены, или члены их семей, поскольку не всегда такого рода, например, бомбы, это чистая вещь, в отличие от какого-нибудь снайпера, да, и это, и это догмилась, программа была свернута, те ученые, инженеры, которые не погибли, да, большинство, они понят, как бы, ситуацию, что дело плохо, сбежали, уехали, кто обратно в Германию, кто в Южную Америку, и вся эта программа застряла и сошла на нет, то есть была успешная операция, и тогда были в Израиле дебаты внутренние, да, в Кабинете Безопасности, и в Моссаде, вот, по поводу, как бы, моральных аспектов такой программы, потому что, еще раз, иногда гибли, как бы, мирные люди, на семье, и еще раз, как бы, принято было решение, что, к сожалению, это неизбежное зло, потому что опасность настолько велика, что, к сожалению, придется иногда идти на такие издержки, ну, как, кстати, при любой борьбе с террористами, да, особенно, которые прячутся в мире мирного населения, как и в любой войне, то есть это решение, которое принимают сами украинцы, украинское руководство, им тут, в данном случае, никто не указ, понятно, что в любом случае, это, кстати, правило для Украины, украинское руководство тоже должно, естественно, понимать, и надеюсь, оно так действует, что в любом случае нельзя намеренно убивать действительно мирных людей, обычных, да, и даже если какие-то, вот, проводятся такие спецоперации, они должны, естественно, проводиться так, чтобы минимально задевать каких-то людей, которые ни в чем не виноваты, потому что и в России таких людей очень много. Безусловно. Сергей, мы эту тему еще начали косвенно, вспомнив о той дискуссии, которая сейчас просто очень активно идет по поводу того, стоит ли запрещать Украине атаковать военные объекты на территории России западным вооружением, в целом, уже приятно, что как бы лед тронулся и все больше как бы лидеров стран и лидеров организаций, таких как, например, НАТО, да, ну вот, поддерживают. И Макрон, Шольц даже уже сказал, что, в общем-то, Украина имеет право использовать западное вооружение, Столтенберг, еще ряд, ну, понятно, стран Балтии, Польша, Соединенное Королевство, скандинавские страны. Соединенные Штаты остаются под большим вопросом, как пишет издание Политико, Байден вроде как негласно разрешил атаковать военные объекты американским вооружением, но только те, которые находятся там в приграничии рядом с Харьковской областью для того, чтобы защитить город, который каждый день просто стирают с лица земли. После этого вроде бы как официально опровергали эту информацию, но сам факт, что все больше лидеров высказываются за это уже приятно, как вы считаете, ну, Украина перешла уже и наша дипломатия перешла уже такое количество красных линий за эти два с половиной года, будет ли перейдено это, потому что когда-то она выглядела ну, такой жирно-красной, что надежд на это не было, а теперь она есть. Проблема с этими красными линиями, что они в основном прочерчены самим Западом, то есть самим президентом Вайденом, руководством стран Западной Европы, союзниками Украины, которые очень опасаются, но опять же, нужен экскурс истории, это всем понятно, что на Западе, если не хотели, чтобы эта война происходила, в течение многих месяцев в 21-м году, где-то еще в 21-м, хотя уже было понятно более вдумчивым аналитикам, что эта война неизбежна, они закрывали на это глаза или надеялись, что каким-то образом с помощью каких-то уступов, переговоров смогут ее отвернуть, что, кстати, производило, естественно, на Путина, его окружность совершенно обратное впечатление. Ну, знаете, как на хулигана с Лиговки, которые выходят и требуют у прохожего 20 копеек, а тот вместо того, чтобы дать хулигану по зубам, начинает лебезить и говорить, что нет, у меня 20, ну, может, найду 10, или с мамой скажу, сейчас еще рубль принесу. Это вот так все это выглядело. Все это, естественно, сделал, наоборот, только эту войну приблизило и сделало ее вероятность стопроцентной. И, к сожалению, во многом, не у всех, но во многом на Западе, в том числе и администрации Байдена, когда они поняли, что война неизбежна, они уже, многие там решили, что у Украины нет никаких шансов и были готовы, как вы помните, предложить Зеленскому и его семье политическое убежище и как бы создать новый санитарный кордон и вот ввести санкции и ничего особенно не делать. Естественно, все это поменялось после того, как выяснилось, что Украина не сдалась, а сопротивляется. И поскольку, еще раз, все это с точки зрения Запада, на самом деле, было совершенно не запланировано, чтобы не говорить о России, то и вся вот эта, весь подход Запада, он все время создавался как бы на ходу, с колес и процессы какого-то самообучения, преодоления многих очень различных барьеров психологических, и мы все помним, да, все это, не стоит даже там слишком на этом задерживаться, история с поставками ракет Хаймар, с поставками танков, с поставками управляемых бомб, да, каждый раз все это говорили, потом, естественно, крылатые ракеты западные, вы помните, помню хорошо, сейчас уже все забыли, что когда англичане и французы решили поставить ракеты Storm Shadow, крылатые воздушного базирования и французские аналоги Scalp в Вашингтоне были очень недовольны, то есть они в основном выражали это, будучи приличными людьми по дипломатическим каналам в Вашингтон, и в Лондон, и в Париж, но были реально недовольны, потому что это практически, они же столько времени отказывались поставлять Украине ракеты атакам, мотивируя это, кстати, тем, что это красная линия, да, вот не дай бог поставим, и тогда Путин сделает такое, что полный этот самый вот к занавес, и практически из-под их доводов англичане с французами тогда вот этот коврик вытащили резким движением, и это происходит раз за разом, и каждый раз вот все это мы видим с опозданием, то есть то, что в конце концов вроде Лондон здесь тронулся, и западные страны дают это разрешение, это хорошо, с точки зрения Украины, я понимаю, да, как украинцы это видят, с точки зрения Украины все это вообще как бы возмутительно, потому что украинцы считают себя жертвой агрессии, и для того, чтобы и они считают, что они имеют право использовать любое имеющееся у них оружие, да, и военное снаряжение по всей территории агрессора России для того, чтобы максимально ослабить его военный потенциал, и максимально помешать ему наносить удары по украинской территории, как по украинским военным, так и по гражданским объектам, и в этом смысле, ну, еще, кто это сказал, генерал Шерман, что любые вот такого рода ограничения введения войны со стороны своего государства, это безумие, да, moderation in war is in facility, если процитировать точно великого американского генерала, одного из лидеров армии Севера в гражданской войне, да, и, так сказать, ясно, что сейчас, как бы, не 19 век, то есть в 20 веке наложили всякие ограничения на ведение войны, да, там, убийства мирных жителей, всякие гуманитарные, но это совершенно не связано с тем, что в рамках того, как бы, что идет полномасштабная война между Россией и Украиной, так же, потому что Украина, естественно, с точки зрения любых законов введения войны, как и с точки зрения морального права, естественно, имеет право всем имеющимся оружием пользоваться на любой точке на территории России, да, в рамках, еще раз, законов и правил международных ведения войны, и, к сожалению, то есть, можно посмотреть на то, что происходит последние 2-3 недели, как бы положительно, что все-таки есть действительно подвижки, и западные страны, и США в том числе уже немножко сдвинулись в сторону Украины, вот, официально говоря о том, что можно этим оружием пользоваться, но с другой стороны, вот, по-прежнему мы слышим про эти ограничения, что-то там только рядом с Харьковской областью, еще раз, и какие последствия всего этого такого, да, Россия видит эти самоограничения, еще раз, очень важно подчеркнуть, что это самоограничения, ограничения, которые Запад накладывает сам на себя, и, в первую очередь, которые США накладывают сами на себя, и на Украину тоже, например, генерал американский Бен Ходжес называет это самосдерживанием, да, вот есть такие доктрины сдерживания, в данном случае, это не Россия сдерживает Америку и западные страны, это американцы, в первую очередь, союзники, сами себе придумывают эти красные линии, Ну а России только остается немножко это подогревать с помощью выпускаемых на сцену в нужный момент Медведева, Караганова, Киселева, до которых только вот эта функция, делать вот эти пугалки. Ведь на самом деле дело же не в Караганове, там Киселеве и Медведеве. То, что сдерживает Россию от применения любого ядерного оружия, вот переходит и черт, это не то, применят ли украинские вооруженные силы ракету Атакамс и взорвут какой-то там важный склад боеприпасов в двухстах километрах внутри российской территории, в Белгородской или Курской области. Конечно в России будут очень возмущаться, но не тот факт это сдерживает, что Россия как бы, что Караганову и Медведеву не дается уговорить Путина наконец-то жахнуть термоядерной бомбой по западным супостатам. Сдерживает Путина и Россию ядерный потенциал НАТО и Соединенных Штатов Америки. И в первую очередь американская ядерная триада, которая никуда не делась. И когда там Россия любит как бы гордиться своими теми же стратегическими бомбардировщиками, Ту-95 и Ту-160, часть из которых, как мы уже сегодня говорили, были до 94-го, 5-го, 6-го года украинскими, вот, а потом их передали постепенно в России. Ну это на совести, опять же, тогдашник руководителей Украины. Вот, ну просто не забывать, что этих бомбардировщиков на самом деле не так уж много, а у Америки их в 10 раз больше. Плюс ядерносителями, когда мы говорим в авиации ядерного оружия различных типов, являются еще многие сотни тактических истребителей-бомбардировщиков. Тех же F-15, F-35, F-16, которые расположены все таким огромным полукольцом вдоль границы России. От Норвегии и до Турции, и до Индийского океана, и Дальнего Востока, в Японии и Южной Корее, и на 11 авианосных группах. То есть вообще тут превосходство реально там 40 к одному, понимаете, поэтому, да. И поэтому на самом деле, еще раз, американцы, имея такую мощную платформу сдерживания, могли бы в этом смысле не опасаться. А главное все время подтверждать ту парадигму, что конфликт продержается в рамках все-таки хоть и большого, но локального конфликта, в рамках которого Украина как бы защищает свои права и пытается вернуть свою территорию, отразить агрессию. Все ведь понимают, что Украина не пытается захватить Москву или Новосибирск, или Крестеринбург, или поменять режим Путина. И неважно, какие-то люди хотят об этом мечтать. Мечтать никому, естественно, не вредно. И понятно, что даже как бы более трезвые минуты и более серьезные российские эксперты говорят о том, что нету на самом деле никаких причин для внесения ядерных ударов, уж тем более со стороны России, да. Не только в соответствии с российской докториной военной, но и по сути, да. По сути это не нужно, потому что никакой выгоды для России, для Путина и для российского руководства в этом не будет. И, к сожалению, все это очень постепенно происходит, напоминает слова Черчилля, да, Черчилль как-то сказал, когда был в таком сердитом настроении, он сказал про американцев, что американцы всегда делают правильную вещь, да, после того, что подробно попробовали все неправильные. Да, вот мы буквально видим повторение, да, и очередное подтверждение таксиома Черчилля, вот последние два с лишним года, да, даже начиная с 21-го. Мы сейчас посмотрим, тем не менее, американцы, еще раз, если говорить практике, закончить эту тему, они действуют немножко методом проб и ошибок. И вот они сейчас немножко перешли какой-то ментальный парьер, в том числе и подталкиваясь с западными союзниками, как это и требование самого Зеленского, да, руководство Украины. И сейчас вот посмотрят, что будет в ближайшие недели. И увидят, естественно, что даже тот факт, что американские, британские, французские ракеты там взрывают какие-нибудь железнодорожные узлы, склады боеприпасов, аэродромы в глубине 200-300 километров российской территории, да, законный, окей, ничего не вызовет, это никакой ядерной войны и международного апокалипсиса. И тогда это уже создаст действительно какую-то новую парадигму, которая, безусловно, позволит Украине как бы более эффективно вести военные действия, да, и что главное упреждать. Это связано, кстати, и с, естественно, использованием, вот в будущем, то, о чем говорят, использованием новых самолетов, которые Украина должна получить, в первую очередь самолетов F-16, несколько эскандрилей в будущем. И ясно, что смысл их использования, среди прочего, это в том, что они должны будут сбивать в воздухе, пытаться российские самолеты, те же бомбардировщики, там, Су-34 или Су-24, устаревшие над российской территорией, да, чтобы те не успевали долетать до тех позиций, откуда они могут запустить эти самые планирующие управляемые бомбы по украинским позициям и городам. То есть, понятно, что без этого это будет, опять же, использование этих самолетов, это как боксировать с одной рукой, завязанной за спиной. И учитывая то, что Украина и так находится, да, не в простом положении, естественно, является как бы сравнительно слабым стороной в конфликте с огромной ядерной державой России, то уж точно нельзя допускать того, чтобы она воевала с одной рукой, связанной за спиной. Вот это главное. Спасибо, Сергей, что помогали разбираться простыми словами. Сложно, много тем успели обсудить. Хотелось бы, конечно, еще больше, но уже будем в следующий раз стараться. Спасибо вам. Поэтому, друзья, если вам было интересно, да, я уверен, это так, поставьте, пожалуйста, пальцы вверх этому видео, вот на лайк нажмите, это поможет большему количеству людей увидеть нашу сегодняшнюю беседу. Сергей, благодарю вас, военный эксперт Сергей Мигдаль сегодня к нам присоединялся. Спасибо, до свидания. Да, до свидания. Вам, друзья, спасибо, что были с нами. Всего доброго.